Шаровая молния – это природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено. Также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Всем привет! Вы на канале Блиц Ликбез. Существует множество гипотез, объясняющих явления, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. Широко распространено мнение, что шаровая молния – явление электрического происхождения естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории. По свидетельствам очевидцев, шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду, зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Чаще всего она как бы выходит с проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета – дерева или столб. Вплоть до 2010 года вопрос существования шаровых молний был принципиально опровержимым. Так, в предисловии к бюллетеню Комиссии РАН по борьбе с лженаукой в защиту науки номер 5 2009 года использовалась такая формулировка. Конечно, в шаровой молнии до сих пор много неясного, не желает она залетать в лабораторию ученых, оснащенной подобающими приборами. Существует предположение, что свидетельства о шаровых молниях можно понимать как проявление фосфенов – зрительных ощущений без водействия на глаз света. То есть шаровые молнии являются галлюцинациями. Их расчеты показывают, что магнитные поля определенных молний с повторяющимися разрядами индуцируют электрические поля в нейроны зрительной коры, которые кажутся человеку шаровой молнии. Фосфены могут проявляться у людей, находящихся на расстоянии до 100 метров от удара молнии. 23 июля 2012 года на Тибетском плато шаровая молния попала в поле зрения двух бесщелевых спектрометров, с помощью которых китайские ученые изучали спектры обычных молний. В итоге были зафиксированы 1,64 секунды свечения шаровой молнии и ее подробные спектры. В отличие от спектра обычной молнии, в котором в основном присутствуют линии ионизированного азота, спектр шаровой молнии наполнен линиями железа, кремния и кальция, которые являются основными составляющими веществами почвы. Данное приборное наблюдение, вероятно, означает, что гипотеза фосфенов не является исчерпывающей. В первой половине XIX века французский физик, астроном и естествоиспытатель Франсуа Араго, возможно, первым в истории цивилизации, произвел сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано 30 случаев наблюдения этого явления. Статистика небольшая, и неудивительно, что многие физики XIX века, включая Кельвина и Фарадея, при своей жизни были склонны считать, что это либо оптическая иллюзия, либо явление совершенно иной, неэлектрической природы. Однако количество случаев, подробность описания явления и достоверность свидетельств возрастали, что привлекло внимание ученых, в том числе известных физиков. Большой вклад в работу по наблюдению и описанию шаровой молнии внес советский ученый Стаханов, который вместе с Лопатником в журнале «Знание и сила» в 70-х годах опубликовал статью о шаровых молниях. В конце этой статьи он приложил анкету и попросил очевидцев прислать ему свои подробные воспоминания этого явления. В результате он накопил обширную статистику, более тысячи случаев, что позволило ему обобщить некоторые свойства шаровой молнии и предложить свою теоретическую модель этого явления. Команда финских и американских специалистов заявила, что создала в лаборатории квантовый магнитный вихрь, который имел те же свойства, что и шаровая молния. Команда использовала два противоположно направленных потока электрического тока, в результате чего образовался синтетический электромагнитный узел шаровой формы, который и в самом деле подходит под описание шаровой молнии. Чтобы не стало причиной возникновения шаровой молнии, нужно учитывать, что столкновение с ней потенциально опасно. Если переполненный электричеством шар дотронется до живого существа, он вполне может убить. По свидетельствам очевидцев, важно не делать резких движений и не бежать. Шаровая молния чрезвычайно чувствительна к любым завихрениям воздуха и вполне может последовать за бегущим. Нужно спокойно свернуть с пути движение шара, пытаясь держаться как можно дальше от него, но ни в коем случае не поворачиваться спиной. Если шаровая молния оказалась в помещении, нужно медленно подойти к окну и медленными движениями открыть форточку. Вслед за движением воздуха молния скорее всего вылетит наружу. Также категорически нельзя ничего бросать в плазменный шар, это может вполне привести к взрыву. Отметим, что эти рекомендации являются частными, так как на данный момент не существует строгого алгоритма действия при встрече с шаровой молнией. Ну вот и все на сегодня. Подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь пальцы вверх. Всем здоровья и всем пока!